Я робот, ты человек. Это начало прекрасной истории. Мне нравятся люди. Люди такие милашки. Этот робот противоречит представлениям о машинах, которые захватят мир и будут управлять человечеством. Сейчас мы все чаще прибегаем к помощи роботам для исполнения разных заданий или просто для развлечений. О том, является ли робот другом или врагом, рассуждают аналитики международной деловой газеты Financial Times в специальной серии исследований о роботах. Редактор этого издания Роберт Шримсли рассказывает о визите в офис издания Financial Times робота Пеппера, с которого начался наш сюжет. На этом примере редактор Financial Times рассуждает о том, готовы ли мы жить вместе с роботами. Во время разговора с редактором робот Пеппер реагировал только на определенные фразы, знакомые ему, что изначально усложняло общение. Словарный запас робота ограничен его программным обеспечением. Как тебя зовут? Меня зовут Пеппер. Приятно познакомиться. Пожмем руки? Рукопожатие. Привет. Приятно познакомиться. Мне тоже. Откуда ты? Меня создали в компании Альдебаран в Париже. Понятно. Сколько тебе лет? Мне один год. Я достаточно молод. Но со временем Роберт Шримсли привык к Пепперу. И ничто уже не мешало полноценному общению человека с машиной. Он мог говорить с роботом без какого-либо дискомфорта, как с человеком или, скорее всего, как с маленьким ребенком. Пришло время прощаться, Пеппер. Пока. Пока. Не хочешь меня обнять? Хорошо. Пока. Мне показалось, что мы нашли с Пеппером общий язык. Стало интересно, понял ли Пеппер, как отвечать на мои вопросы и как вести себя в общении со мной. Я спросил об этом его оператора Аврору. Ответ был однозначным. Нет, недостаточно трех часов, которые мы провели вместе, чтобы Пеппер понял мое поведение. Но этого было достаточно, чтобы я понял его. Когда речь заходит об искусственном интеллекте, кажется, что люди все еще превосходят роботов. Итак, роли за кадром исполняли и озвучивали редактор Виктор Коломиеца, робот Татьяна Гончарова. Способность человека и робота сосуществовать в современном мире важна. Сейчас многие виды работы человек делает совместно с машинами, а иногда полностью мы доверяем выполнению задания роботам с искусственным интеллектом. Один из примеров — робот-дайвер Ocean One, о котором пишет корреспондент ведущей американской газеты The New York Times Джеймс Горман в статье от 9 мая. Разрешите вам представить морбота. Он называется Ocean One. Во время своего первого погружения среди остатков кораблекрушения в Средиземном море он извлек и поднял со дна вазу 17 века. И это было всего лишь пробное погружение. Исследователи Стэнфордского университета создали этот подводный аватар, чтобы он мог проникать в места, куда дайверам лучше не соваться. Места, которые находятся слишком глубоко и очень опасны. Робот достаточно умен, чтобы самостоятельно удерживать предметы или избегать препятствия. Таким образом, людям наверху, которые управляют роботом, не нужно за всем следить. У создателей было несколько причин, чтобы робот выглядел как человек, или скорее как водяной, поскольку у него нет ног. Кисти и руки гуманоида подходят для деликатной работы. Размещение камер на месте глаз идеально, чтобы видеть, что делают руки. Робот также оборудован прибором обратной тактильной связи, чья форма позволяет человеку интуитивно управлять им на расстоянии. Иногда морбот работает вместе с дайверами. Когда ты под водой, приятно видеть дружественное лицо. И еще один пример робота, который выполняет задачи под руководством человека, это Стар. Робот, который может участвовать в хирургических операциях и помогать врачам. О нем пишет британский еженедельный журнал The Economist в статье «Робот проводит операцию. У кого скальпель?» Он был разработан командой сотрудников американского национального медицинского центра для детей. Под их руководством робот Стар наложил швы на кишке свиньи. И, как пишет в журнале, очень удачно. Эта машина накладывает хирургические швы лучше, чем человек. Если цель 20 швов, то сделать 19 идеальных швов недостаточно, чтобы результат считался положительным в этом эксперименте. Нужно сделать все 20. Эта машина каждый раз делает 20 идеальных швов. В эксперименте 60% операции робот осуществил без участия человека. И 40% под наблюдением. Когда человек вносил незначительные корректировки в действия робота. Но посмотрите на результат. Наше вмешательство было незначительным. Как когда вы наблюдаете за ребенком, который только-только начинает ходить, и вы переживаете, чтобы все было как следует. Мы вносили незначительные поправки в работу робота, но машина может выполнять возложенные на нее задачи сама, без нашей помощи. Весьма вероятно, что в будущем этот и другие роботы смогут существовать и осуществлять свои функции без управления человеком. Но, как отмечает в The Economist, такая возможность поднимает перед обществом несколько вопросов. Первый, доверят ли люди свою жизнь роботу? И второй, кто будет нести ответственность, если что-то пойдет не так? Ответ на первый вопрос, вероятнее всего, будет зависеть от уровня контроля над машинами со стороны человека. Например, несложно превратить пассажирские самолеты в беспилотные. Но пассажиры чувствуют себя в большей безопасности, когда на борту есть экипаж. Поэтому такое превращение, влядь ли, произойдет в ближайшем будущем. Вероятнее всего, необходимость человеческого присутствия касается и роботов-хирургов. Насколько бы совершенными они не стали. Хирурги во многих странах уже пользуются роботизированными системами. И уже возникают вопросы о том, кто и какую ответственность будет нести за ошибки робота при выполнении операции. В The Economist приводят в пример судебные дела против американской корпорации Intuitive Surgical, которая производит роботизированные хирургические системы. ИСЦИ, которые пострадали от этих роботов, считают, что либо компания недостаточно обучила хирургов, как пользоваться машинами, либо произвела дефектных роботов. Если выяснится, что робот действительно был дефектным, то его не захотят приобретать другие медицинские учреждения. Если же это была ошибка врача, который полностью контролировал действия робота, возможно, присутствие умных машин в медицине будет и далее расширяться. И еще один аспект сосуществования робота и человека. Автор газеты The Financial Times, другой автор, Майджа Палмер, считает, что присутствие роботов может повлиять и на личную жизнь человека. В своей статье перспектива сексуальных отношений с роботами порождает моральные дилеммы. Журналистка пишет, человечество скоро создаст роботов, которых можно любить. По мнению некоторых экспертов, к 2050 году отношения с роботами, секс и даже супружество станут нормой. Но многие специалисты предостерегают. Благодаря появлению секс-роботов многим будет казаться, что можно обойтись и без отношений с людьми, потому что все потребности удовлетворит машина. В Британии даже появилось движение «Компания против секс-роботов». Автор цитирует основательницу этого движения. И вот ее точка зрения. Производство устройств, которые с виду напоминают женщин, может привести к тому, что мужчины начнут воспринимать настоящих женщин как бездушные объекты. Кроме того, сексуальные отношения с роботами вредят эмоциональному развитию человека. О том, как роботы, которые в будущем смогут действовать уже без управления человеком, повлияют на людей, рассуждает и профессор робототехники Американского университета Карнеги Меллан Илаах Нурбакш в статье для газеты Financial Times от 6 мая. Статья называется «Страхи и радости от жизни с социальными роботами». Автор считает, что способность роботов к постоянному обновлению делает их непредсказуемыми. А умение имитировать человеческие эмоции превращает машины в отличных манипуляторов. Илаах Нурбакш также пишет, что в будущем роботы смогут мгновенно находить о нас всю информацию в интернете. Поэтому наша личная жизнь может оказаться под угрозой. А еще из-за совместной работы людей и роботов мы больше не будем понимать, с кем имеем дело. С роботом или с человеком? Ну, наверное, возможно, стоит рискнуть. Если роботы могут проводить сложные хирургические операции, делать это идеально, спасать человеческие жизни, то, возможно, от них есть огромный плюс. Однозначно. Тем более роботы давно присутствуют в нашей жизни, не только в фантастических книгах. Впереди программа «Шустер. Лайф. Будни».